Валентина Асеева Разделите так, как делили работу. Старый учитель жил один. Ученики и ученицы его давно выросли, но не забывали своего бывшего учителя. Однажды к нему пришли два мальчика и сказали, «Наши матери прислали нас помочь вам в хозяйстве». Учитель поблагодарил и попросил мальчиков наполнить водой пустую катку. Она стояла в саду. Около нее на скамье были сложены лейки и ведра. А на дереве висела игрушечная ведерко, маленькая и легкая, как перышко. Из него в жаркие дни учитель пил воду. Один из мальчиков выбрал прочное железное ведро, постучал по его дну пальцем и неспеша направился к колодцу. Другой снял с дерева игрушечное ведерко и побежал за товарищем. Много раз мальчики ходили к колодцу и возвращались назад. Учитель смотрел на них из окна. Над цветами кружились пчелы. В саду пахло медом. Мальчики весело разговаривали. Один из них часто останавливался, ставил на землю тяжелое ведро и вытирал солбопод. Другой бежал с ним рядом, расплескивая воду в игрушечном ведерке. Когда катка была наполнена, учитель позвал обоих мальчиков, поблагодарил их, потом поставил на стол большой глиняный кувшин, доверху наполненный медом, а рядом с ним граненый стакан, также наполненный медом. Отнесите эти подарки своим матерям, сказал учитель. Пусть каждый из вас возьмет то, что заслужил. Но ни один из мальчиков не протянул руки. Мы не можем разделить это, смущенно сказали они. Разделить это так, как делили работу, спокойно сказал учитель.